Добрый день, мои хорошие! И вновь вы у меня на кухне в гостях у Ноны. Хочу сегодня быстренько приготовить обед из легких ингредиентов, которые вы сейчас увидели у меня на столе. Что у меня тут? Фасоль зеленая, яйца зеленюшка, тут у меня сыры и моцарелла, конечно, и специи. Хочу быстро и вкусно приготовить и поделиться с вами, мои хорошие. Теперь набрала воду в кастрюлю, ставим на газ и кипятим. И ждем, когда закипит. Что дальше делать будем, я буду показывать. Что делаем дальше? В кипящую воду насыпаем половину столовой ложки соли. Перемешиваем. Фасоль я уже помыла, приготовила, почистила вот эти задние штучки. Убрала, посмотрите, как получается. И сейчас кипящую воду на 10 минут буквально вот так вот отправляю фасоль. И к вам вернусь. Ну что, пока фасоль готовится наша, я как и сказала, 10 минут и все, достаточно. Я покажу, какая она должна быть. Сейчас нужно сделать мне приправку, такую вкусненькую для этого. Что я делаю? Здесь у меня, так, получается у меня 7 яиц. Я вот сюда добавляю в чашечку. Убираю. Здесь у меня молоко 200 грамм. Миллиграмм. Отправляем сюда. И все хорошо вот так вот мешаем. После того, как хорошо я взбила молоко с яйцами, отправляем специи. Тут у меня паприка, этот соль, черный перчик и две специи. Это укроп сушеный и петрушечка. Отправляю тоже сюда. Также размешиваем. После этого добавляю сюда российский сыр. Где-то грамм 300 здесь у меня. Отправляем тоже в чашку нашу. И тоже все хорошенько размешиваем. Дальше, последняя уже очередь, это я добавляю сюда кинзочку, укропчик, любую зелень, которую вы любите. И зеленый лучок. Для аромата, чтобы было очень вкусно. И тоже размешали. И сейчас убираем эту сторону, нашу заправку готовую. А мы возвращаемся к фасоли. Уже у меня фасоль готовая. Минут 10 буквально. И достаточно. Нам сильно не надо, потому что будем еще готовить. Теперь, что мы делаем? Выключаем. И я сейчас быстренько в друшлаг солю воду и вернусь к вам. Ну что, слила воду. Посмотрите, какая получается. Так как я и сказала, всего минутки 10. После того, как закипело, кидаете воду. И остынет. Нужно обязательно дать остыть. После того, когда уже я слила в друшлаг, вода вся истекла. Вот видите, она получается как сухая. И уже она у меня не горячая. Так как, чтобы молоко и яйца не свернулись. И кладем вот сюда вот противень. Вот так вот аккуратненько складываем. Что вот так вот аккуратненько все складываем. Фасольку. Что мы дальше делаем после этого? Берем растительное масло. Можете оливковое масло. Можете сливочное. Ну, как бы по краям. Но я хочу на растительном масле показать. Вот так вот поливаем фасольку нашу. Буквально чуть-чуть. Вот так вот. Все. Убираем в сторону. Дальше идет наша заправка, которую я вам показывала. Поливаем вот так вот аккуратненько все сверху. Вы представляете, какая будет вкусняшка? И это придуманное мной, друзья мои. Так что обязательно приготовьте. Сейчас результат я вам покажу. И вы увидите, как получается. И быстренько. И ингредиенты самые такие простые и легкие. И зато полезно. Все. Сюда вот так вот моцарелки. Вот так вот. И все. И все готово. Что мы делаем дальше? Конечно, мы отправляем в духовку. На 180 градусов обязательно разогретую духовку. И где-то минут 20-15. Вот так. Ну, вы увидите, как уже будет готовиться. Я, конечно, засеку и вам все покажу. И расскажу. Ну что, друзья, посмотрите, какая красота получается. Запах такой. Посмотрите, какой у нас получается красивенький. А теперь, так как дети мои любят очень много сыра сверху. Вот видите, уже приготовилась. Я опять добавляю сыр. Но это еще не все. Вот так вот. И где-то минутки 5 уже будем доставать. Посмотрим, что у нас получилось. Запахи просто дома невероятные, друзья. А посмотрите, что у нас получилось. Какие были легкие ингредиенты. А посмотрите, какая красота получается. Это просто супер. Сейчас я, конечно, еще украшу быстренько. Вот здесь у меня помидорчики тоненько. А вы сами можете уже по своей фантазии придумывать, что хотите. Но я хочу вот так вот, чтобы было вообще просто. Ох, бомбочка будет. Так что обязательно, мои хорошие, приготовьте. И поделитесь со своими близкими. Вот так вот. Сейчас, сейчас. И, конечно, вот так вот посыпем зелень. Ну, посмотрите, друзья. Конечно, нарежу, сейчас разрежу. Покажу, как они в разрезе получаются у нас. Что, друзья, разрезаем теперь наш шедевр приготовленный, да? Я хочу прям, чтобы вы видели, как тянется, что можно, видите, приготовить с фасольки. Почему приготовила именно, показала с фасоли? Потому что оно и вкусно, как я и говорила, и полезно. И это что-то новое, конечно. Посмотрите, как получается. Хочу-ка показать и попробовать. Видите, как получается. И такая, наверное, вкусняшка. Видите, как сыр тянется. Все тянется. Прям кушать уже хочется, друзья. Друзья, действительно, очень вкусно. Приготовьте. Я действительно советую. И полезно, и вкусно. Я, конечно, быстро нарезала, как быстро всегда. Хочу показать, да? Можете, да, чуть-чуть остыть. Но оно вкуснее, когда в горячем виде. Поэтому, мои хорошие, вот такой быстрый рецепт. Я, конечно, хотела поделиться с вами что-то новое. И можно подать на праздничный стол. И можно семейно ужинать и обедать, как хотите. Ну что, мои хорошие, если вам видео мое понравилось, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь в гостях у Ноны. Приятного всем аппетита!